Девушки отдыхают ПТХ, про которую я очень долго мечтал, ну и соответственно купил, когда ее выставили на продажу, вместе с ее легендарным внешним видом, абсолютно об этом не жалею и довольно часто на ней играю. Также довольно часто у меня спрашивают на моих прямых трансляциях мнение по поводу того, кто все-таки интереснее и кого лучше взять, объекта или взять себе Бадгера. И скажу откровенно, я голосую всегда за Бадгера, он все-таки поинтересней будет, у него более точное и интересное орудие, ну по крайней мере для меня. Ну а в отношении объекта 268 дробь 4, тачка интересная, прикольная, но не без нюансов. И эти нюансы мы сейчас обязательно обсудим, а особенно будем обсуждать их, когда выкатим машину из ангара. Пока заценим по ТТХ. По подвижности М40 вперед, 20 назад, вполне нормально, вполне приемливо. Неплохо крутится на месте. В отношении орудия, все в принципе приятно, кроме одного. Крайне косое орудие без полного сведения. 650 единиц урона, действительно классный урон за выстрел, да и 13 секунд при таком уроне я считаю вполне обоснованным КД. В отношении пробития 265 достаточно для того, чтобы вполне спокойно играть против себе подобных десяток. По ДПМу вполне себе реализуем, опять-таки если будете успевать нормально, качественно сводиться. Дело в том, что здесь разброс 0.413 и вот теперь представьте себе, что этот разброс это уже тогда, когда вы полностью свелись. Ну а когда вы еще не полностью свелись, то ваш разброс гораздо больше, ну и соответственно гораздо меньше точность. В отношении времени сведения вполне себе приемлемо и нормально, если бы только вот с разбросом что-то решить можно было. Стоит также отметить, что в край унылый угол склеения орудия вниз минус 5. Играется на неровностях прям ужасно, но в целом на ПТХе играешь не всегда, где-то там прыгая по холмам, поэтому терпимо и приемлемо. Хотя опять-таки если сравнивать с тем же самым Бадгером, то здесь все гораздо веселее в отношении данного показателя. Также стоит отметить, что у объекта очень хорошая броня. Да, ее можно пробить голдовыми снарядами и не пишите пожалуйста в комментариях по поводу того, что а я его пробивал, да и я его пробивал. Вопрос только заключается в том, что это не картонная ПТ и это уже хорошо. Стоит также отметить, что данная ПТХа не подходит абсолютно тем ребятам, которые любят кустарную игру на очень дальних расстояниях. Опять-таки возвращаясь к теме разброса орудия. Ну что, берем ПТшку и поехали посмотрим на что она сегодня способна. Ну что, ребят, поехали. И давайте будем тестить как обычно начиная с подвижности. С учетом уровня бронирования данной машины я считаю, что все приемлемо и все приятно. Я не могу сказать, что показатели в отношении подвижности и маневренности меня как-то смущают. Особенно в отношении маневренности. Но в то же время, понятное дело, кто-то напишет по поводу того, что она скучная, унылая и медленно ездит. Опять-таки, сколько танков, столько мнений. Я не отношусь к тем ребятам, которые считают, что данной подвижности недостаточно для такой машины с таким уроном, ну и соответственно с таким уровнем живучести. Если говорить откровенно про объекта, то безусловно не каждый бой на объекте это прям то, чего ты ожидал. Бывают такие бои, в которых чувствуешь себя мальчиком добитья, но это только в том случае, если ваши союзники немножко где-то что-то провтыкали, соперники приехали к вам, ну и начали, соответственно, разбирать вас по бортам, либо где-нибудь в корму. Давай, показывайся. Сейчас вообще не понял. Ребят, я вот сейчас просто не понял, куда пошел снаряд, что это было. Ну ладно, так уж и быть, игра есть игра, и игра не без недостатка, вот такие вот косяки бывают. Дело в том, что мой снаряд просто пролетел куда-то сквозь, куда-то в неизвестность. Не знаю, то ли он переместился в какую-то параллельную реальность, то ли бог его знает. Хорошо, хорошо. Сейчас попробуем по-другому. Во, бабаха, привет. Давай с тобой поперестреливаемся, пожалуйста. Чего ни в коем случае нельзя делать на объекте, ни в коем случае нельзя пытаться сильно мансить, сильно поворачивать корпус, потому что как только вы поворачиваете, у вас появляются свежие серые зоны, которые абсолютно спокойно пробиваются. Когда вы стоите в прямой проекции, вам необходимо судорожно немножко подергиваться вправо-влево, и тогда в целом будет вам счастье пробивать вас. Навряд ли кто-то сможет, ну по крайней мере, прям при каждом выстреле уж точно. Так, кто там? Кто там наглый такой? Бабаха, ты чего? Хорош. Хорош базу захватывать. Отваливаем. Великолепно, просто супер. Едем дальше. Теперь я позахватываю, причем ты, бедняга, ничего с этим сделать не сможешь. Я просто подожду, пока я перезаряжусь. Как я говорил, в целом времени перезарядки более чем достаточно для того, чтобы иметь возможность делать все необходимое. Ну и здесь меня добрали. Вопросов нет, добрали меня четенько в центр лючка. Да, действительно, корма полностью картонная, но я, честно говоря, не знаю ни одного танчика в нашей игре, который в корму не пробирается. Что могу сказать в отношении ценника на данную машину? Ну, для начала сейчас выйдем, заценим с вами, что там, в принципе, вообще в набор положили и на все сформируем свой ценник. Но в целом по тачке, забегая наперед, скажу следующее. Если покупать ее в голом состоянии, то брать ее за 17,5 можно абсолютно спокойно. Хотя в данном случае разработчики не предоставили возможности приобрести себе данную тачку без комплекта чего-либо, то есть просто в голом ее состоянии. Ну а в отношении приобретения ее в целом, да, ПТ-хайп действительно зайдет далеко не каждому танкисту. Да, действительно, у нее косое орудие. Но все-таки веселье и интерес к этой машине, он появляется как-то сам собой, особенно для любителей ПТ-водов, которые не сильно хорошо справляются с картонными ПТ-шками. Досматриваем бой, зацениваем набор. Перед тем, как заценить сам набор, заценим наши результаты. 2172 единицы урона. И при этом я считаю, что это далеко не максимум того, что можно из объекта выжимать. Да и в принципе я из него выжимаю периодически гораздо больше. Ну а бой сложился так, как он сложился, и я не собираюсь его выбрасывать. Я не собираюсь показывать вам исключительно топовые катки для того, чтобы таким образом показать вам всю крутость себя или крутость того танка, который я зацениваю и показываю вам. Я считаю, что вы должны видеть танки такими, какие они есть на самом деле на среднестатистических боях руками среднестатистического танкиста. И если вы за честность на канале и честность автора, то лайкните данное видео, ну и обязательно подписывайтесь на канал, потому что я никогда не буду вводить вас в заблуждение по поводу чего-либо, что в нашей игре происходит. В целом, объектик мне заходит, ПТ-эха довольно интересная, и как я говорил, катаю довольно часто. В отношении ценника на машину и целесообразности приобретения я уже высказался. Ну а теперь давайте попробуем посмотреть, что разработчики в принципе в этот набор положили и стоит ли оно того. 22,5 тысячи голды, и я считаю, что это вполне себе нормальная цена за такого качества наборчик. Мало того, что вы получаете коллекционную десятку с легендарным внешним видом, я не говорю про какие-то анимированные аватары, они меня мало интересуют. Здесь у нас есть бустеры в количестве 25 штук, причем не какие-нибудь дешманские, а между прочим эпические. Есть у нас X5 в количестве 25 штук на объекта, причем эти 25 вы сможете реализовать очень круто и существенно поднять элитный опыт. Целых 30 дней прем-аккаунта, и вдобавок к тому вы получаете еще себе мистических контейнеров не 3, не 5, а целых 10 штук. И глядишь, отсюда вам еще что-нибудь нормальное выпадет. Слушайте, не обратил внимания, это что у нас? А, все-таки есть голое состояние. Я не досмотрел, я-то думал разработчики выложили исключительно в составе какого-то крутого компота. Но нет, насыпали еще и вот такое вот. Но 20 тысяч за голое состояние машины, даже с открытым всем оборудованием, ребята, это все-таки перебор. Нормальная цена объективная, 17,5, даже с открытой всей оборудкой. Ну а в отношении данного набора, считаю, вполне себе приемлемо, и глядишь, из этих 10 контейнеров, может, себе что-нибудь еще и достанете. Так или иначе, только сам легендарный внешний вид голды стоит, а без него машина не смотрится, честно говоря, абсолютно. Я в свое время тоже думал по поводу того, покупать данную машину без легендарного внешнего вида или с ним, и понял, что без него тачка, ну, прям совсем не то же самое. Дело в том, что когда вы снимаете данный внешний вид, машина просто меркнет, становится типичной советской ПТХой, без каких-то интересных моментов. Ну и, соответственно, играть на ней, честно говоря, не настолько приятно и интересно, как в легендарном внешнем виде. Да и в целом, когда вы играете, то тачка даже сзади смотрится довольно неплохо. Вот такое вот честное мнение по поводу объекта, и покупать его или не покупать, безусловно, решать вам. Но в целом, я уверен, что большинство из вас не пожалеет, если приобретет себе данную машину и простит ей ее косое орудие, когда вы стреляете без полного сведения. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok